Важно помнить о безопасности и поддерживать окружающих. В образовательных учреждениях Самары проходят открытые уроки, направленные на профилактику терроризма и экстремизма. В школе номер 105 состоялся интерактивный классный час, на котором учащиеся разобрали причины возникновения таких ситуаций и способы их предотвращения, а также узнали, что такое «Скул-шутинг». Урок провел учитель истории и общества знаний Олег Целёра. Он отметил, что в учебном заведении также проходят и антитеррористические тренировки. Как вы все знаете, сегодня время неспокойное, люди очень часто подвержены чужому влиянию. Исследователь на классный час посвящен тому, чтобы обучающиеся получили представление об этих понятиях и получили представление о том, как выявить склонность к экстремизму, как выявить, когда тебя агитируют к терроризму, к террористическим действиям. И как, в принципе, это избежать, этого предотвратить. Ученик 10 класса Артём Акыев рассказывает, что такие классные часы полезны как для старших, так и для младших классов. Для того, чтобы знать, чтобы в случае экстремальной ситуации знать, как действовать, чтобы сохранить здоровье. Мероприятие проходит в рамках реализации муниципальной программы профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара на 2021-2026 годы. Такая работа повышает уровень информированности школьников о последствиях терроризма и экстремизма, позволяет усилить информационно-пропагандистскую работу среди учащихся, а также обеспечить профилактику противоправных действий. Если вы стали жертвой города, незамедлительно сообщайте об этом классному руководителю, директору, преподавателю, психологу, другу, брату, сваду, главный предатель к муаклазке. Мы хотим, чтобы обучающиеся четко понимали особенности данных понятий. Сложные понятия, сложные вопросы требуют серьезного отношения к себе, к окружающим, ко всему миру. Чтобы наши дети несли правильную информацию, правильно понимали все особенности, которые сейчас наполнены современной мирой. Поэтому без данных понятий, без особенностей данных понятий дети не смогут жить, рассуждать, действовать. Скажите, пожалуйста, вопрос всем, наверное, для всех. Как можно противодействовать этим негативным и совершенно ненужным для общества явлением? Можно я? К программе по профилактике терроризма и экстремизма присоединились и ученики школы номер 55. В учебном заведении прошел круглый стол, где ребята узнали, что такое терроризм и экстремизм и как этому противостоять. Школьники пообщались с представителями департамента образования, общественной палаты Самарской области, церкви, инспектором по делам несовершеннолетних и руководством школы. Круглый стол – это, конечно, такое ответственное мероприятие, все-таки, когда ты занимаешься творчеством, да, там где-то что-то. А это все-таки к нему, конечно, он требует отдельной подготовки, конечно же. Ну, вот интересно было попробовать и нашим ребятам поучаствовать в этом круглом столе, пообщаться со взрослыми людьми, с гостями. В 55-й школе обучаются ребята более 20 разных национальностей. Здесь постоянно проводят акции и мероприятия, направленные на объединение народов. Недавно ребята провели акцию «Здравствуй, друг». В рамках мероприятия ученики записывали видеоприветы на родных языках и в национальных костюмах. Также в школе проходят и волонтерские мероприятия. Ученица 10-го класса Екатерина Нюняйкина рассказывает, что принимает активное участие в экологических акциях. Да, я считаю, на самом деле, это очень важно, потому что это просвещение от младших и до старших классов. И это крайне важно, чтобы развить правильные, хорошие качества в каждом из нас. Я считаю, что самые хорошие качества в каждом человеке – это первое дело доброта и отзыв. Чем добрее человек, тем больше у него будет желания оказывать помощь и поддержку младшим, более слабым. Это, несомненно, самое прекрасное качество, которое может быть у кого-то. Я считаю, что самое главное в этом – это иметь какие-то базовые знания о морали, о хорошем уроке, а также иметь хорошую силу. Как мне кажется, это очень важно, потому что мы просвещаем темы, которые очень актуальны на данный момент в нашем современном мире. И мне кажется, такие уроки нужно проводить для того, чтобы люди понимали, что не нужно быть жестоким. Также гости мероприятий и школьники поработали вместе. Разделившись на группы, они решали предложенную проблему.